добрый день дорогие друзья заблуждение тема этого небольшого видео размышления блуждать блудить ошибочность суждений мнений толкований вера в то что не есть правдой самообман вера в обман кого-либо и все это заблуждение и блуждать это значит не находить а блудить это совершать определенные духовные грехи и заблуждение их очень много делятся на духовные и физические заблуждения это атеизм сатанизм идолопоклонство материализм месть непрощение обиды ложь лень зависть зависимости а физические заблуждения это к примеру польза мяса польза хлеба сахара соли кофе чая шестиразового питания сытая жизнь богатство сила денег сила человеческой власти тюрьма исправит медицина поможет образование бесплатное жилье молодоженам машину каждому бога нет нашлаждайся жизнью друзей не бывает две квартиры хорошо а три лучше и духовные и физические заблуждения они куда-то приводят как человека так и семью и целый народ есть последствия каждого заблуждения поводом к этому видео послужила встреча сегодня утром с одним человеком охранником гипермаркета магнит бывшим офицером подводником на пенсии который сказал что он питается 6 раз в день по малу и когда я ему сказал что это неправильное питание он удивился горит мне врачи так порекомендовали я говорю это заблуждение потому что вода усваивается за 10 минут а чай и кофе за полтора часа а твердая пища даже если ее мало усваивается за 2-3 часа и когда вы питаетесь шесть раз в день то вы добавляете не переваренную пищу к половинчато переваренной и получается постоянно брожение не усвоение пищи и второе его заблуждение это бога нет но я его боюсь я говорю как же его нету и при этом вы его боитесь вы вообще определитесь начале если идет дождь то вы берете с собой зонт но если дождя нет если солнечная погода то вы берете зонт для чего поэтому люди семьи целые народы находятся в заблуждениях и заблуждение как человеческие они нам известны они бывают от незнания от малого опыта от неосведомленности но есть человеческие заблуждения людей которые работают на врага который является служителями врага это уже осознанная обман и введение в заблуждение других людей и сам враг сатана он через обман вводит людей в заблуждение чтобы не дать им спастись не дать им спастись в вечности их души по замыслу врага должны погибнуть не попасть к богу в рай но есть также заблуждение от бога представляете такое тоже есть и заблуждение это дух это духовное состояние и этот дух который вводит людей в состояние заблуждения где встречается очень много заблуждений это в образовании в медицине выборе места проживания выборе жены мужа выборе работы выборе ценностей в жизни в библии 24 стиха о заблуждениях и хотел бы сказать первый из этих стихов это оси 4 глава 12 стих ибо дух блуда ввел их в заблуждение второе послание апостола павла к фессалоникийцам 2 глава 11 стих и за сие пошлет им бог действия заблуждения так что они будут верить лжи и так бог посылает дух заблуждения и об этом мы узнаем первое постановление юанна 4 глава 2 стих духа божия и духа заблуждение узнаете так всякий дух который не исповедует иисуса христа пришедшего во плоти не есть от бога заблуждения свойственны людям семьям целым народом и апостол павел когда-то сказал что серебрелюбие корень всех зол и можно также сказать что серебрелюбие основывается на духе заблуждения когда-то иисус христос которому привели грешницу и которого хотели фарисеи законники испытать сказал этим людям кто не имеет греха тот первый берите камень и бросайте в эту женщину и все ушли даже и ученики иисуса христа эти люди которые привели грешницу к иисусу христу были в заблуждениях и эти заблуждения им указал иисус христос усераха в 3 4 главе 7 стихом сказаны такие слова сновидения вели многих в заблуждение и теперь о выводах заблуждение это очень распространенное явление у каждого человека во всех семьях во всех народах потому что духовные познания бога и ценности они сильно отличаются от материальных физических познаний и материальных ценностей и поэтому когда человек не знаком с богом когда человек не задает вопросы богу господи а вот это правда или не правда ты укажи мне не люди не мудрецы но ты господи иисус христос укажи мне правда ли это как я должен поступать то дух заблуждения может приходить к этому человеку если он не знаком с богом и дух заблуждения будет его обольщать и обманывать и вводить в разного рода пагубные действия заблуждения поразмышляйте вы о них а я желаю вам божьей милости благодати до свидания